Новый год в новом доме. Семья Гоглоевых встретила праздник в уюте и тепле. Как прошли новогодние праздники. Отчетный репортаж госавтоинспекции. Зимняя сказка. Сезон катания на лыжах открыт в Южной Осетии. Южная Осетия встретила 2020 год. По традиции по всей стране прошли праздничные мероприятия. Открытие главной елки, праздничный концерт и, конечно же, Рождество Христово. Обо всем подробнее Агунда Гобозова. Праздничные мероприятия в республике начались с открытия главной елки страны, где приняли участие все желающие от мала до велика. Мероприятие получилось красочным, фееричным. Всех собравшихся ожидал сюрприз. В ночь с 31 декабря на 1 января на театральной площади столицы состоялся большой праздничный концерт. В исполнении звезд эстрады Юга и Севера Осетии звучали лучшие новогодние и патриотические песни. Горожан с новым 2020 годом поздравил глава государства Анатолий Бибилов. Пожелал мирного неба и процветания. В завершении неба югастинской столицы озарилось тысячами огней красочного фейерверка. Красочные шоу, концертные программы традиционно с первых чисел января дворец детского творчества «Открывать свои двери для маленьких горожан республики». Этот год не стал исключением. 3 января здесь состоялось открытие президентской елки. Коллектив учреждения подготовил сказочное шоу. Главными участниками стали Нарта Атсамас, Баба Яга, Алёша Попович, Алладин, Джафар Малефисента и другие. В ночь с 6 на 7 января весь православный мир отметил праздник Рождества Христова. Рождественские богослужения прошли в храмах Южной Осетии. Верующие совершили крестный ход. Новый год в новом доме. Семью Гоглоевых по поручению главы государства обеспечили жильем. Старое сгорело в результате пожара. Пока что им возвели временное, но в скором времени семье обещают построить новый дом. Подробности в репортаже Розы Тедеевой. В начале декабря семья Гоглоевых осталась без крыши над головой. В результате пожара сгорел их частный дом. Но в преддверии нового года семья не осталась без жиля. Уже новый 2020 год Гоглоевы встретили в новом доме из сборных конструкций, установленный в кратчайшие сроки по поручению главы государства. Анатолий Бибилов посетил семью сразу после пожара. Ознакомившись с ситуацией, он заверил, что окажет всю необходимую помощь. Глава государства поручил руководству завода вибромашина обеспечить погорельцев временным жилем. Поручение президента было выполнено. Дом из двух комнат собрали и установили. Более того, провели в нем внутренние отделочные работы. К нам сразу приехал президент и пообещал, что мы не останемся без крыши над головой. И вот уже Новый год мы встретили в новом доме. Строители сами провели ремонтные работы, стены обклеили обоями, уложили ламинат. Стены и пол утеплены. Мы отапливаем помещение обогревателями. Спасибо Анатолию Ильичу, что на пороге зимы не оставил нас без крыши над головой. Президент пообещал, что потом нам построят новый дом. Сейчас Гоглоевы обживают свое новое жилье. С приобретением необходимых вещей на первое время помогли родственники и знакомые, так как во время пожара ничего не удалось спасти из имущества. Более того, сгорели все документы. Семья надеется на лучшее, ведь президент пообещал со временем построить им новый дом. Роза Тедеева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Служба в круглосуточном режиме, особый контроль мест массовых гуляний. Благодаря ответственной работе сотрудников ГАИ новогодние праздники прошли без серьезных происшествий. Репортаж Марьяны Чочиевой. Новогодние праздники в Южной Осетии прошли без серьезных ДТП. В ГАИ рассказали, что переход на усиленный режим работы в минувшие выходные помог обеспечить порядок на дорогах. В праздничные дни мы проводили рейдовые мероприятия. В эти дни было интенсивное движение, поэтому полностью избежать происшествий не удалось. Но серьезных ДТП не было. В целом, все прошло хорошо. За отчетный период госавтоинспекции было зафиксировано несколько ДТП. Однако пострадавших в их результате не было. Нарушение общественного порядка в новогоднюю ночь за все праздничные дни также не было зафиксировано. Сотрудники ГАИ несли службу практически в круглосуточном режиме, под особым контролем места массовых гуляний. Кочиев отметил, работа в этом направлении будет продолжена. Он призвал автовладельцев соблюдать правила дорожного движения. Марьяна Чочиева, Замат Кудзеев, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня в Госдрамтеатре прошел вечер памяти, посвященный Суслану Букулову. Талантливый, харизматичный. Заслуженного актера не стало в ноябре прошлого года. Сегодня в зале собрались родные, друзья, коллеги и почитатели его таланта. На вечер памяти заслуженного артиста Южной Осетии Суслана Букулова пришли коллеги и родные друзья. Актера не стало в возрасте 40 лет. 20 лет он отдал сцене, был задействован во многих спектаклях, которые принесли ему огромный успех и популярность. Его любили и ценили коллеги. Он был необыкновенным человеком. Талантливый, неповторимый актер. Его первые роли хранятся в архивах театра. Сегодня собравшиеся еще раз смогли посмотреть театральные постановки с участием Суслана Букулова. Суслана Букулова Суслана Букулова окончил актерский факультет Юго-Осетинского государственного университета. Был задействован в большинстве постановок действующего репертуара театра, в том числе в трагедии Кустах и Тагурва Фатима, в комедии Бирахта, а также в постановках для юных зрителей, для которых он работал с двойным усердием. Он оставил в душе каждого зрителя большой след. Суслана Букулова Суслана Букулова В сейферме Суслана Букулова Роль Батаков в трагедии Афхартахасана стала для артиста последней. Мать Суслана Букулова выразила слова благодарности всем собравшимся. Уход из жизни талантливого актера стал невосполнимой утратой для поклонников его творчества. Друзей, коллег, которые работали с ним с первых дней его прихода в театр. И сколько бы лет не прошло, светлое имя Суслана Букулова будет жить в сердцах каждого из них. Анжела Кукоева, Олимбетаев, Зариня Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Открытая горнолыжная трасса в селе Цон, Южная Осетия. Она радует любителей зимнего отдыха второй год подряд. Сотни людей провели здесь новогодние выходные. Отзывы исключительно положительные. Подробности в нашем следующем репортаже. Горнолыжный курорт в селе Цон функционирует несколько дней. Открытие состоялось 4 января, но здесь уже успели побывать сотни любителей зимнего отдыха. Лыжники, сноубордисты, дети на санках. Люди приезжают целыми семьями и наслаждаются зимним отдыхом. С прошлого года практически ничего не поменялось. Условия все те же. То есть мы оборудовали палатки, оборудовали электронагревательным прибором и печкой. Есть всегда чай, кофе, печенье для отдыхающих. Также в прокате, правда, не в большом количестве, но все-таки у нас есть комплекты ботинок и лыж для любителей. В селе Цон выпало достаточно снега. Машина Ратрак поднимает всех желающих на самую вершину склона. Оттуда они спускаются на санках и сноубордах. Трасса выровнена и утрамбована. Лыжи и ботинки выдают на месте. Кроме того, опытные инструкторы будут обучать всех желающих катанию на лыжах. Иногда подводит техника, потому что она старая, но все-таки ребята оперативно реагируют. Сами же чиним, помогают коллеги из Кабардино-Балкарии, из России. Мы созваниваемся, обозначаем проблему. И, в общем, оперативно работаем над этим ратраком. Он все-таки продолжает поднимать наверх людей. Об устройствах горнолыжного курорта в селе Цон Заусского района занимается Комитет по молодежной политике, спорту и туризму. По словам главы ведомства, курорт будет функционировать еще несколько месяцев, пока не растает снег. В выходные все желающие смогут насладиться зимним отдыхом в одном из красивейших уголков Южной Осетии. На эту субботу в воскресенье уже позвонили желающие, как правило, будут приезжать в субботу в воскресенье школьники. В общем, там прямо на месте будем не только условиям создавать, но и помогать, я уже говорил, обучать детей катанию на лыжах. А также они могут просто кататься на самих санях. Первый горнолыжный курорт в республике был открыт еще в прошлом году. За весь сезон здесь отдохнули тысячи горожан. Марьяна Чочева, Регина Черткоева, Александр Кочиев. Информационный выпуск. Сегодня. В Дзавском районе во дворце детского творчества отметили светлый праздник – Рождество Христова. Стихи, песни, веселые игры. Рождественские встречи стали уже традиционными. Подробности в репортаже Стеллы Бязровой. Светлый праздник и детские улыбки. В канун Рождества во дворце детского творчества Дзавского района прошло масштабное праздничное мероприятие. Пока родители готовятся отметить праздник в храмах, для детей стало доброй традицией собираться на рождественские встречи. Красивые и нарядные школьники в этот вечер выступали на сцене с особой добротой. Песня «Веселые игры». По словам педагогов, главное – познакомить детей со смыслом праздника и показать традицию его празднования в Осетии. Стихи, песни, смех детей и веселые игры. Необычайно теплая атмосфера передавалась от детей и родителя. И грустила, и скучала, и сама того узнала, что придет на Новый год и устроит на работу для тебя и для меня. В заключении дети рассказали историю рождения Христа и ту доброту, которую он несет ко всему живому на земле. Еще совсем дети, но они искренне проникли светлым праздником и поздравляли друг друга и всех собравшихся с наступающим Рождеством. Но самое главное, говорят родители, готовясь к вечеру, дети учатся любить и сострадать. Ведь православный праздник воспитывает даже в самых маленьких душевную гармонию и искреннюю любовь к людям. Стелла Бязарова, Леона Тедеева. Информационный выпуск сегодня. Далее в программе прогноз погоды на завтра, 9 января. День, днем плюс 1, ночью минус 2. В Ленингорском районе Южной Осетии переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 5, ночью минус 1. В столице республики Цхинвали переменная облачность. Днем плюс 2, ночью минус 1. И это пока все новости. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!